Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, нас в Плтысяч. Мне было очень приятно прочитать и получить все поздравления, все комментарии, которые вы мне написали. Я постаралась на все-все ответить. В любом случае, еще раз перепроверю. И действительно, отвечу каждому словом спасибо, словом благодарности, которые хочу выразить своим зрителям прежде всего. Ну что ж, когда-то, когда, возможно, я подходила к своим 50 тысячам, кто-то меня спросил, я бы покажите свою гардеробную. И не помню даже, каким образом это получилось, но каким-то образом сложилось так, что да, очень многие зрители полагали, ну и я тоже дала слово, что когда будет 100 тысяч подписчиков, я покажу вам свою гардеробную. Сейчас я приглашу вас в свою гардеробную. Сразу хочу предупредить, что у меня было, скажем так, две возможности записать это видео. Я могла приготовить свою гардеробную и, возможно, даже заснять ее в несколько дней посекционно, потому что вы сейчас увидите, у меня очень много одежды. У меня настолько много одежды, что я не могу себе позволить новую одежду, потому что мне просто некуда ее складывать, мне негде ее хранить. Те серые брюки, которые недавно стали героем видео, одни брюки, несколько образов, они были повешены. И сегодня я хотела их использовать для того, чтобы показать вам видео, делала новое видео про обувь. Но они были уже очень сильно помяты, несмотря на то, что они висели просто близлежащие одежды, их настолько сильно зажало, что, в общем-то, вот такая вот ситуация с моей гардеробной. И я решила показать вам гардеробную, такой, какая она есть. Вы увидите неэстетические полки и неэстетическое хранение, хочу сразу сказать, но такова реальность. Тем более реальность моих последних дней. Я снимаю видео практически каждый день, компоновка чего-то с чем-то. Мне нравится это делать, и это меня отвлекает. И, насколько я поняла, это отвлекает также многих зрителей. Поэтому я, в общем-то, вещи взяла, вещи тут же положила, пошла готовить обед и так далее, и так далее. Я думаю, многие мамы маленьких детей, нескольких детей в семье меня прекрасно смогут понять. Поэтому я выбрала формат, что называется суровая реальность и суровая правда жизни. Хотя я, в общем-то, за то, чтобы действительно блогеры выдавали все-таки некоторую эстетику. Но, скажем так, формат этого видео, я думаю, подразумевает некоторую правдивость. Ну что ж, пойдемте, я покажу вам свою гардеробную. Ну что ж, дорогие зрители, вот моя гардеробная. Я покажу вам, конечно же, только свою часть. Я только что отсняла видео про обувь. Я в совершенно новых кроссовках, поэтому я хожу в них дома. Кроссовочки бюджетные. Купила в Алипере, это супермаркет. Очень часто там продаются какие-то стоковые вещи. Ну, я думаю, что многие уже смогли морально подготовиться к тому, чтобы увидеть то, что я сейчас вам и покажу. Вот такая суровая правда моей жизни. Вот так хранится одежда, юбочка, которую я приготовила для съемок ближайших. Какие-то спортивные штаны, кстати, которые не мои, а Егоркины. Не знаю, что они здесь делают. И вот я уже начинаю доставать какие-то вещи, какие-то вещи по всему. Вообще, вот эта часть моей гардеробной, это то, что я выкладываю то, что мне нужно здесь и сейчас, либо завтра и послезавтра. И здесь также хранятся чистые вещи. Вот эти свитера, они уже постираны, и скоро они пойдут на зимнее хранение. Красное платье многие на мне видели, помнят. Я его достала, оно очень сильно помято. Поэтому оно готовится тоже к съемке. Так же, как и эту юбку, придется все-таки мне погладить. Только что, только что я сняла пиджак, в котором снимала. Соответственно, сейчас я его тоже, что называется, куда-то прислоню. Здесь у меня полочка хаотичная, где опять же лежат вещи для съемки. Они не должны быть замяты-помяты. Только что я снималась в этой футболке. И, в общем-то, вот даже лифон тут спряталась, свой не убрала. На самом деле, вся правда жизни. И свитера, которые лежат таким образом, достаточно ровно. Хотя они очень сильно заминаются. Но, опять же, скажем так, суровая реальность блогерства такова, что я просто не успеваю наводить порядок. Да мне, на самом деле, и не очень-то хочется. Потому что я очень расстраиваюсь, когда я ныряю в недра своей гардеробной. Потому что, как скрипят кроссовки. Потому что, ну, я очень много когда-то, многие вещи прикупила. И, как я говорю в своих видео о минимализме, какие-то вещи еще вот с этикеточками. Как я говорю в своих видео о минимализме, когда мы покупаем определенные вещи, потом мы лишаем себя возможности купить что-то новое и пополнить свой гардероб. И вот, вот моя часть гардеробной. Муж, конечно же, просил, и я не буду показывать его часть гардеробной. И вот таким образом у меня все хранится. При том, что вешалки очень-очень тонкие. Многие я заменила на те, что я бесплатно взяла, либо потом докупила в химчистке. Я тоже рассказывала. Они очень тонкие. Позволяют, соответственно, не занимать место просто объемом того, что вешалка бывает плотная. Как, например, вот эта вешалка. Она занимает объем. Но на некоторые вещи, например, как на пальто, нужно, чтобы вешалка была подобного плана. И она сама по себе занимает очень много места. И вот таким образом, в общем-то, когда мне нужно что-то найти, я не всегда могу это сделать. И я думаю, что многие, кто смотрел мои последние компоновки, узнают вещи, которые недавно фигурировали в тех видео. И очень многие, на самом деле, вещи, например, красная юбка, длинный кардиган, это то, что я просто не смогла найти. Физически сложно сдвинуть здесь вешалки. То есть прямо-таки сложно-сложно-сложно. Вот что-то уже упало у меня. И так всегда у меня и происходит. И там у меня имеется еще один ряд. Такая же, получается, такая же труба. Не знаю даже. Которая держит не меньшее количество, а, возможно, даже большее количество сезонной одежды. Соответственно, сюда вперед я вешаю то, что я буду носить в ближайшее время. И туда уходит одежда, которая в течение конкретно этого сезона мне не нужна. Но, на самом деле, ничего я показать интересного больше здесь не могу. По большому счету, очень многие вещи действительно большинство моих зрителей, кто подписан давно на канал, видели. И вот покажу эти серые брюки, которые уже замялись. Вот таким образом они у меня висят и хранятся. Все, они уже помяты. Соответственно, мне нужно их будет гладить. Единственное, что это стопроцентная шерсть. Возможно, она сама по себе на мне каким-то образом и разгладится. Могла бы я показать, конечно, вещи долгожителей в своем гардеробе. Могла бы показать также вещи, которые очень сложно мне компоновать. Но я, если честно, не смогла их найти. И даже не знаю где. Не нужно нырять туда-туда очень глубоко. Здесь у меня имеется вот такой шкаф, точнее тумбочка. Я заказывала ее отдельно. Это та же самая фирма, которая у нас делала кухню. И здесь хранятся, получается, чулочно-носочные изделия. Моя спортивная чистая форма хранится вот в той коробке. Мои штанишки с начесом всегда лежат на полу, чтобы я их не искала. Они нужны мне чаще всего. Поэтому вот свою домашнюю одежду, а также одежду, которую... Кстати, вот какие-то темные очки тут я нашла. Данечки, наверное, я их здесь оставил. Свои, получается, вот такие вещи, которые я использую часто, я храню на полу. Просто им больше негде. Негде пристроиться. Если я их куда-то пристрою, я их просто не найду. И в той коробке у меня хранится тоже домашняя одежда. В основном сезонная. Там сейчас лежит летняя домашняя одежда. Которую я надеюсь выносить за этот летний период. Ну, в общем-то, вот такая у меня комната. Гардеробная. Мои сумки хранятся не здесь. Здесь хранятся частично пояса и что-то, что-то. Ты даже не знаешь, что. Но, опять же, мои платки хранятся внизу. Пояса хранятся частично внизу, частично здесь. И вот, кстати, веревочка, точнее, которую я потеряла, всегда теряю. Это резинка от купальника, которая скоро-скоро станет героем видео про лайфхаки. И сегодня я снимала и хотела показать свитшот, как можно закатывать при помощи такой резинки. Делать кроп, получается, кроп свитер, либо кроп топ, либо кроп свитшот. Но не смогла найти, потому что, да, потому что вот такая вот печальная у меня ситуация. Ну, я думаю, что у меня будет достаточное время, чтобы разобрать все эти вещи, их проветрить. Кстати, я раз в год проветриваю вещи, снимаю все с вешалок, выношу на балкон. Это очень трудоемко. Занимает большое количество времени. Соответственно, скоро я буду проветривать свои свитера, выносить их на балкон, вывешивать под ультрафиолет, под солнце, сушить и потом убирать за этими двумя штангами. Находятся также две полки, где хранится тоже сезонная одежда. И пальто Тедди, которое занимает очень много места, оно тоже хранится на тех полках. Ну что ж, дорогие зрители, вот такая моя гардеробная, совершенно не гламурная. Очень-очень маленькая для меня одной, тем более маленькая для нас с мужем. И на самом деле, как-то я, наверное, когда делала ремонт, не представляла, что такое большое количество у меня будет одежды. И не представляла, не рассчитала. Наверное, это одна из моих, скажем так, архитекторских, дизайнерских ошибок, которые я совершила, сделав такую маленькую гардеробную. Но единственное, что я могу сказать, что такая маленькая гардеробная была предусмотрена маленькой специально, потому что я очень хорошо помню, как я подумала, что если я сделаю большую гардеробную, тем более, если я отведу целую комнату полноценную на гардеробную, то, в общем-то, так оно и будет, что она вся заполнится. И сейчас я не вижу никакого смысла расширять гардеробную, забирать себе одну комнату, возможно, делать комнату даже студию, о чем мы, кстати, с мужем подумывали. Но не вижу никакого смысла, потому что, как я говорю в своих видео о минимализме, пустая полка пустой не бывает. Даже у минималиста пустую полку очень сложно оставлять пустой. Все заполняется так или иначе, селятся наши вещи, в данном случае одежда. Поэтому, в общем-то, я буду пытаться уместиться и прописать свои вещи именно здесь, потому что, если я этого не сделаю, то, на самом деле, я просто заполню новый объем, новая одежда, и мне не хочется этого делать, потому что у меня очень много одежды, и я это прекрасно понимаю, у меня нет никакого недостатка одежды ни для повседневной жизни, ни для съемок. Я могу снимать, снимать, снимать очень-очень долго, и вряд ли, в общем-то, благодаря, опять же, моей фантазии, иссякнут те компоновки, те ансамбли, которые можно составлять из той одежды, которая у меня имеется. Ну что ж, дорогие зрители, спасибо большое за проявленный интерес к моей гардеробной. Признаться, мне немножко стыдно за то, что я содержу свои вещи вот в таком беспорядке, но, опять же, часто меня спрашивают, Яна, когда вы успеваете снимать, когда вы успеваете готовить и делать уроки с детьми, но вот так и успеваю. Действительно, я отдаю преференцию одному, допустим, я снимаю видео, и могу сказать, что видео с примерками – это видео, которое занимает много времени. Соответственно, я потом, допустим, буду готовить, либо, как сейчас, я пойду помою полы, потому что эта обувь, которая сейчас на мне, она новая, а другая обувь была не новой, соответственно, я выходила в ней на улицу, правда, я ее протерла перед съемкой, но все равно, поскольку дети там играют, дети лежат, сидят, прыгают, бегают, эту зону перед камином сейчас я помою. И, соответственно, вот таким образом и приходится отдавать, скажем так, предпочтение одному делу, одному делу, а не другому. И мои вещи хранятся в большем беспорядке, чем, допустим, вещи, которыми пользуется вся семья. Просто, просто как-то так. Думаю, что и у многих. На этом с вами прощаюсь, дорогие зрители. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok